Продолжение следует... Любомир Богоявленский. Тема сегодняшней, завершающей, четвертой серии – «Белая магия». И в режиме прямого эфира вы можете звонить мне на номера телефонов «Плюс 38-093-264-17-77». Также здесь этот номер прикреплен к WhatsApp. И второй номер – «Плюс 38-098-857-30-81». Это также «Вайбер» и «Телеграм». Задавайте ваши самые сокровенные вопросы. И я призываю вас быть с нами до конца, потому что в этой передаче будут свои уникальные духовные подарки и очень много практических советов от нашего уникального гостя. А для тех телезрителей, которые смотрят меня впервые, я прошу моих помощников дать информационную справку, чтобы напомнить обо мне. Любомир Богоявлинский – парапсихолог, эзотерик, а также таролог с опытом работы более 10 лет. Имеет высшее образование. Магистр практической психологии, практический психолог, преподаватель психологии с отличием. Окончил Мнежинский государственный университет имени Николая Гоголя, где учился 6 лет на дневном отделении факультета психологии. Также 3 года работал в Киеве психологом в государственных учреждениях с тяжелыми психически болеющими людьми. Участник русской битвы экстрасенсов-17. Эксперт ряда телевизионных проектов на украинских телеканалах. Автор трех колод Таро. Дей Таро Чёрта, Таро Колдуна и Таро Вечности. Философ, аспирант, создатель и руководитель Центра эзотерики и психологии Прометей. Дорогие телезрители, в конце видеосправки увидели ссылку на сайт Центра эзотерики и психологии Прометей. Вы можете заходить на наш сайт и смотреть наших экспертов. Как руководитель эзотерики Центра Прометей, я собрал лучших из лучших и самых сильных мастеров белой и черной магии, чтобы они реально помогли решить ваши любые вопросы и любые проблемы. Сегодняшний завершающий эфир я посвящаю светлой, доброй стороне магии. Магии благостной, доброй, созидающей, светлой. Чтобы понять лучше белую магию, нам нужно знать, что такое магия и кто такой маг в целом. Термин магия восходит еще к древним шумерам, которые в своей религиозной практике считали магию мудростью от слова «имга», то есть «мудрый». А в древнем Индии под магией подразумевалось знание богов. На санскрите магия означает могущество, божественность, сверхсилу. Для наших предков магия – это была практическая сторона первобытной религии, когда после определенных молитв, обрядов, подношений боги за это помогали человеку в достижении его целей, то есть даровали просящему человеку то, что он просил. В моем понимании магия – это система оккультного, тайного знания, с помощью которого можно менять ход событий в жизни человека. Магия – это премудрость высших сил. Магия – это совокупность всевозможных молитв, заговоров, заклинаний, обрядов, ритуалов, с помощью которых можно изменять духовное, эмоциональное, психическое или физическое состояние живых и неживых объектов. Магия – это также вид практической психологии, ибо магия – это психотерапия души человеческой. Философский магия – это комплекс мировоззренческого, здесь важно мировоззрение, мировоззренческого отношения человека к миру, согласно которому все в этой жизни взаимосвязано и имеет причинно-следственную связь. Философия – это детерминизм, принцип детерминизма. Так, с помощью произнесенного заговорного слова можно воздействовать на психику и бессознательное другого человека или группы людей и смоделировать им то или иное событие. Кто же такой маг? Маг – это человек, который обладает тайным знанием и с помощью своей силы воли, произнесенным заговором, посредством этого заговорного слова или заклинания, воздействует на окружающий мир и достигает своей цели. Магия едина, принцип хоризма, но в зависимости от цели ее условно разделяют на белую светлую или черную темную. Магия как нож. Ножом можно хлеб резать, а можно поранить, пораниться, либо даже человека погубить. Магия – это духовная сила, которая помогает человеку обрести высшую мудрость и наполниться знанием высших сил. Поэтому, мои дорогие, магия, она дарует человеку смысл жизни. Магия является матерью философии и науки, ибо она дарует мудрость, а также наполняет сознание высшими силами энергии безграничной Абсолюта. И люди, которые занимаются магией, либо идут к магой, сами уподобляются Всевышнему, ибо каждый человек – это дитя Божье. И что интересно, именно магия первая постулировала принцип детерминизма, причинно-следственной связи, а дальше уже принцип детерминизма в себя интегрировала современная наука, и классическая, и неклассическая, и постнеклассическая наука, которая сейчас пребывает в этом состоянии. Поэтому магия – это матерь философии, матерь науки, это высшая мудрость. А я, Любомир Богоявленский, покорный слуга высших сил, человек, который служит магии, я для вас, мои дорогие, здесь, в прямом эфире, служу покорно. Звоните, обращайтесь ко мне прямо сейчас по номерам. Плюс 38, 093, 264, 17, 77. И второй номер, плюс 38, 098, 857, 30, 81. Ваш сокровенный вопрос. Любая ситуация, которая вас тревожит, Я помогу вам посмотреть на нее иными глазами, глазами мастера магии. Я помогу вам решить ваши проблемы, ту душевную боль пережить, которая вас мучает, и с помощью магического знания поменять ход событий и ситуации в вашей жизни, и с помощью уникальной авторской системы моей любимой первой колоды «Мистический путь гея или второй черта Любомира Богоявленского» я просмотрю ключевые ваши события и дам совет от высших сил. Я жду ваши звоночки, мои дорогие. Звоните прямо сейчас. Магия – это та сила, которая помогает человеку буквально на духовном энергетическом уровне возродиться и воскреснуть в этом мире, как говорил Заболоцкий. Как мир меняется, и как я сам меняюсь. Лишь именем, одним я называюсь. На самом деле то, что называют мной. Я не один, нас много. Я живой, чтоб кровь моя остынуть не успела. Я умирал не раз. Вот сколько мертвых тел я делил от собственного тела, а у меня звоночек, мои дорогие. Я приветствую вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый день. Вас Ирина беспокоит. Мне 53 года. Я приветствую вас, Ирина. Спасибо. Какой у вас вопрос, что вас привел? Да-да-да. У меня муж недавно в аварию попал. Вы знаете, месяц тому назад. Как я сочувствовала. И он находится сейчас в больнице. Вот. Мы боремся за его жизнь, врачи не знают. Что с ним будет, как будет. Он сейчас в коме. И они мне ничего не говорят. Понимаете? И я в таком невидении и в страданиях. Вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, что нас дальше ждет? Как будет у мужа здоровье? Мое родное солнышко. Сейчас я буду просматривать. Мне, пожалуйста, еще разочек. Ваше имя и имя вашего мужа? Да. Я Ирина. Так, Ирина. Да. А муж Владимир. Мое милое солнышко. Сейчас я просмотрю. Я сейчас просмотрю. Смотрите, что я вижу. Самая важная, ключевая карта, колесо удачи, она показывает то, что ваш муж будет жить. Даже не сомневайтесь, он выживет. Но это карта борьбы. Она говорит мне о том, что за его жизнь придется побороться. На какое-то время он потеряет часть своих функций и возможностей. Это нужно будет восстанавливаться. Потребуется пару лет для того, чтобы он окончательно реабилитировался. Нужен будет курс интенсивной реабилитации. И так главное, он будет жить. Но работать с ним нужно комплексно. Обязательно лечиться у врачей всеми современными научными позволяющими. Вы можете позволить себе научными методиками консультироваться с учеными. Но обязательно не забывать о духовной составляющей. Потому что в этой ситуации вам жизненно, солнышко, необходима белая магия. Нужно молиться за вашего мужа, призвать его ангела-хранителя максимально активизировать и призвать его умерших родственников, которые стоят у престола Господнего, которые в раю находятся, чтобы они молились за него и чтобы он жил дальше. Я буду лично читать сорока уст о его выздоровлении. Я буду сорок дней читать молитвы по белой магии «Уникальный чин». Я попрошу своих помощников вас прямо сейчас записать на термин. Я буду уже с этой ночи начинать молиться за вашего мужа. И с помощью белой магии, а также медицины, с комплексным подходом, ваш муж выздоровеет, и вы будете жить в счастье и в радости. Я вас хочу обнять, я обнимаю вас, мое милое солнышко. Я буду за вас молиться, и у вас все будет хорошо. Господи, всемогущий Бог, благослови рабу Божью Ирину и вашего мужа имя. Владимир. Господи, пошли Владимиру сейчас, Твоего ангела-заступника-хранителя, о Пресвятая Дева Мария, исцели Владимира. Все святые угодники Божьи, молите Господа за раба Божьего Владимира. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Солнышко, мои помощники вас запишут на термин. Я буду молиться 40 дней за вашего мужа, отчитывать его от смерти, и он будет жить, он поправится. И я буду молиться за вас. Ангела-хранителя, я молитвена с вами, мои дорогие телезрители. Белая магия, она дарует жизнь, она помогает любому человеку, в какой бы тяжелой ситуации жизни он не оказался возродиться, буквально воскреснуть. Этот мир, это мир современных научных технологий. Наука окружает нас везде. Это телевидение, это интернет, это телефонная связь. Современная психология прогрессирует. Я, вы знаете, дипломированный магист психологии, я практикующий еще психолог. Но, и даже современная психология, которая находится в кризисе, не может помочь реально душе человеческой. И современные религии часто подводят. А именно белая магия и является той ключевой психотерапией души человеческой. Скептики могут спросить, ну, Любомир, а как же оно работает? Как же оно действует? Какой же этот невидимый механизм исцеления души человеческой? Это самовнушение? Или это эффект плацебо? Мои родные, дело в том, что наука, психология уже подошла к объяснению, но она не может доказать быть ее души. И поэтому современная философская антропология и современная философия уже тоже подходят к объяснению этого феномена. Истина в магии. Как магия воздействует и помогает? Если у вас горе, кто-то заболел, кому-то тяжело, какая-то случилась трагедия и боль, вы обязательно должны обращаться к врачам. Маг не лечит болезни, лечат медики. Но маг занимается с душой человека, с вашей энергетикой. Необходим комплексный подход. Есть и тело, вот как сейчас была ситуация, лечить только препаратами и медикаментами. Это не поможет. Нужна магия, комплексный подход. У нас звоночек. Алло. Добрый день, Любомир. Здравствуйте. Вы прямо в эфире. Меня зовут Лена. Леночка, я приветствую вас. У меня к вам такой вопрос. Я себя в последнее время очень плохо чувствую. Болею постоянно. Какая-то депрессия. Что-то вот со мной такое творится непонятное. Подскажите, может порча на мне есть? Или вообще что это может быть? Давайте посмотрим. Порча-то, когда что-то в жизни портится, здоровье подводит, что-то вообще ломается. Давайте смотреть, что с вами. Да. Смотрите, солнышко, ключевая первая карта – это черт горемук. Видите, он плачет, рыдает. Эта карта показывает, что у вас на самом деле сейчас тяжелое эмоциональное депрессивное состояние. У вас даже беспричинно появляются такие, как вот слезы, настроение становится мрачным. Потом вроде немножко возвращается, болит голова. У вас бывают головные боли? Да, постоянно. Это психосоматический механизм, то есть срабатывает психосоматика. Но что за этим кроется? За этим кроется Аркан Чернобога, который показывает мне, он все замораживает. Сейчас у вашей жизни идет потеря духовности и смысла жизни, с одной стороны, вы ищете истину, не можете ее обрести. И вам как никогда сейчас нужна белая магия, вас нужно чистить. И дальше идет Аркан Чертозната, а он мне показывает, что порча однозначно есть. Но под этой порчей мы понимаем, что ваша жизнь начала разрушаться. Вы зашли в тупик, вы, как мне по ясновидению открывается, читали какую-то книжку, по всей видимости, по магии, и хотели еще, чтобы ваша жизнь была более светлая. Вы это прочитали, а после этого возникли страхи, как-то стало плохо. Такое было, солнышко, у вас? Не книжку, а там статью я читала. Статью читали. Там было какое-то заклинание непонятное. Было, было. Я попробовала. Вот, смотрите, это было начало. То есть, каждое заклинание имеет свои вибрации. И вот эти вибрации, если они темные, они могут неподготовленного человека самопортить. Поэтому началось то, что вы открыли портал духа, вот здесь много чертей, вы открыли портал темной энергии, и это запустили. Но вы не готовы к этому, мое солнышко. И с этого начался момент самопорчи, а после этого, то есть, как сами испортили, а после этого начались изглазы, вы начали терять, вот эта карта сглаза показывает, терять силу. После этого я вижу, что либо неустроенная личная жизнь, либо проблема с мужчиной. У вас сейчас как вот на личном фронте, мое солнышко? Ну, собственно говоря, никак. Никак. Вот оно. Это взялось. И вы знаете, что произошло? Вот все оно закрутилось в такой мертвый узел. Целый лабиринт, целая путаница. Наша цель, все будет хорошо, это ключевая карта итога Совета Ваших Сил. Это продавняя Матерь Магии. Здесь нарисована Верховная Жрица. Значит, смотрите, солнышко, этот Гордиев узел, это все запутанный поток негатива, мы с вами на индивидуальном тервине распутаем. С помощью Белой Магии я проведу вам три сеанса уникальной очистки. Первый сеанс универсальный, где с вас снимется любое воздействие от духов нечистых, от темных энергий, от самопорчи. После этого я прочищу ваши корни рода до седьмого колена. И любые родовые отягощения, мы там при индивидуальной диагностике еще просмотрим. Возможно, там есть феномен венца безбрачия и печати одиночества. Все это уже на термине я просмотрю. Это мы тоже распутаем, и с помощью Белой Магии этот негатив от вас идет. И с помощью завершающей третьей очистки я открою врата вашей женской судьбы. На счастье вы обретете вашего императора, вашего мужчину. Даже не сомневайтесь в этом, мое солнышко. Ваша жизнь наладится, и ваши силы возвратятся. У вас все будет хорошо. Протяните ко мне ручку сейчас, пожалуйста. Протяните ко мне ручку. И я посылаю вам заряд света. Господи, всемогущий Бог, силой света дарующего, исцели душу. Рабы Божьи, ваше имя крещеное? Елена. Рабы Божьи Елены, от всякого духа нечистого, от всякой тьмы, от всякой беды, от всякого горя, от всякой печали. Раба Божья Елена, ты уйдешь и покой обретешь. Господи, благослови Елену. Аминь, аминь, аминь. Солнышко, я послал вам заряд сейчас света. Он невидимо с вами. И вот эта черная энергия уже очищается. Вы ощутите покой. И даже сейчас, поделитесь вашим ощущением, вы можете ощутить какое-то облегчение. Мне как бы вот типсу какое-то раздлилось по телу. Солнышко, программа начала устанавливаться, а в индивидуальных терминах я буду работать с вами дальше. У вас все будет хорошо. С помощью белой магии я очищу вашу жизнь. И вы будете счастливы. Будьте благословенны. Спасибо. Мои родные, мои дорогие телезрители, как я рада, что вы мне звоните, задаете ваши сокровенные вопросы, ваши тяжелые ситуации. И как же прекрасно, что более высших сил я, мастер двуручник, работаю с белой и черной магией. И сегодня у нас с белой магией. Я очищаю вас и помогаю. Я молюсь за вас. Это моя миссия. Пожалуйста, прямо сейчас. Звоните мне в прямой эфир по номерам. Плюс 38 093 264 17 77. И второй номер. Плюс 38 098 857 30 81. Любой вопрос, любая ситуация. Я, мастер Любомир Богоявленский, здесь в прямой эфире для того, чтобы вам помочь. А также вы можете заказать термин у наших мастеров, зайдя на сайт эзотерики и психологии Prometheus.com.ua. Мои дорогие, белая магия помогает человеку погрузиться в состояние вечности. И когда уже кажется, что ситуация полностью безнадежная, и руки опускаются, и человек умирает, сила белой магии буквально поднимает умирающего человека со смертного лужа. Она исцеляет душу человека. И при комплексном подходе, если биологически есть проблемы с врачами, она творит реальные чудеса. Человек возрождается, он счастлив. И я очень хочу, чтобы вы все мои родные были счастливы. Чтобы с помощью силы магии ваша жизнь преобразилась и наполнилась смыслом жизни. Мастера посвящают свою жизнь. Кто-то черной магии, кто-то, как я, посредник между черной и белой, и я работаю с энергиями той и той магии, как мастер-двуручник. А есть мастера, которые посвящают себя только белой магии. Они работают со светлыми силами, силами божественными, с заговорным светлым словом для того, чтобы исцелять человеческие души и даровать вам счастье, радость, процветание и благополучие. Мои родные телезрители, набирайте, звоните. И я помогу вам преодолеть любую ситуацию в вашей жизни. А тяжелую ситуацию. У нас звоночек, я слушаю вас. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Любовь, я рада, что попала к вам. Меня зовут Анастасия. Приятно познакомиться, Анастасия. Любовь, у меня к вам вопрос. Почему я одинока? Очень актуальный и важный вопрос. Давайте посмотрим. Вначале скажите, пожалуйста, мне число, месяц и год вашего рождения. Сколько вам сейчас лет? Мне сейчас 40 лет. 29 мая, 80-й год. 80-й год. Вы знаете, вот что я часто говорю нашим телезрителям. Наше число рождения, оно имеет определенные свои вибрации. Ваш год оканчивается на ноль. Сейчас же 2020 год, год кармический, смерти, разрушения, он высокостный при том еще. Поэтому не случайно в этом году вы мне позвонили, это раз, потому что ваш ноль ведет к тому, что вы хотите разрешить эту программу. Вы одиноки потому, что вашу программу родового проклятия по женской линии нужно отчитывать. У вас, у бабушки, возможно, не складывалась женская жизнь. Возможно, и у вашей мамы какие-то были проблемы. У нее как был, я ощущаю, муж, но он, возможно, не ваш родной отец. Это так, солнышко? Да. Сейчас посмотрим. Вот это, знаете, в чем-то даже и типическая ситуация, и, конечно же, каждая ситуация уникальна. Почему вы одиноки? Что, солнышко, происходит? Так, раз. Какие негативные есть карты выпадают, и в ту же очередь обнадеживающие, позитивные. Значит, смотрите, мое милое солнышко, у вас была ссора, был конфликт с каким-то человеком, и эта энергетика идет, мне идет она женская, значит, какая-то женщина, она как, ну вот, какая-то как бандитка, не знаю, какая-то очень аморальная личность, это было три года тому назад где-то, возможно, какое-то вот отдаленное время идет. И эта женщина в порыве гнева, агрессии, как вас проклинала. И вот этим проклятием она на вас навлекла порчу на самом-то деле. И ваше одиночество еще углубилось, потому что кроме одиночества вы ощутили еще определенные проблемы. Возможно, это состояние такое вот депрессивное, да, вот ощущение того, что плохо спится сейчас. У вас плохой сон, да, солнышко, или как вот сейчас? Покой, у меня и сон, и сон. Болезни такие хронические, много. У вас вот это одиночество, это называется феномен венец безбрачия, печать одиночества, это карта рода, корни рода, возле нее черт душегуб. Он мне четко и ясно дает информацию, что в вашем роду, во-первых, мужчины как-то умирали непредсказуемо, какие-то, возможно, были, боже упаси, что я так скажу, суициды, либо спивались, либо что-то еще случалось такое. Вот вы знаете историю вашего рода по мужской линии? Да, вот вы мне рассказываете, я вспоминаю, что мой дядя повесился когда-то, да, а дедушка спился. И что я могу еще сказать? В довольно-таки молодом возрасте. Что я могу сказать? Смотрите, то есть вы одиноки потому, что у вас есть четко и ясно родовое проклятие. Вас нужно четко отсчитывать от родового проклятия и с вами работать. С помощью чина, белой магии, мать Мария, спасительница, я помогу, чтобы в вашей жизни мужчины перестали умирать и появился ваш мужчина, чтобы в вашем роду перестали умирать. Мы с вами проработаем обязательно на термине. И порча, которая сейчас на вас есть, какое-то проклятие еще добавилось, оно просто негатив родовое проклятие притягивает. И само это родовое проклятие я помогу вам снять. У вас все будет хорошо. Я сейчас кратко произношу молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси, защити и благослови рабу Божью. Ваше имя крещеное. Солнышко. Анастасия. Рабу Божью Анастасию. Даруй ей мир, любовь, спасение и защиту Духа Твоего Святого. Аминь, аминь, аминь. Солнышко, мои помощники запишут ваш на термин. Мы будем сейчас с вами завершать нашу беседу. У вас все будет хорошо. Я молитву нас с вами. Мы справимся с этой ситуацией. Будьте благословенны. Спасибо большое. Спасибо. Жду. Спасибо. Дорогие телезрители, нет такого проклятия, нет такой порчи и нет такого негатива, с которым бы нельзя было справиться с помощью белой магии. Мой путь в белую магию начался еще в детстве. Но есть в моей судьбе, в моей жизни особые периоды, когда высшая сила мне посылала на мои пути уникальных учителей. И мой уникальный учитель белой магии, моя наставница пришла ко мне по воле высших сил в 2010 году. Тогда в одном из телевизионных проектов я увидел мастера Веринею, великую уникальную женщину, белого мага от матушки природы, берегиню, практика светлых искусств, молитвенницу. И мы увиделись с ней. И она в итоге стала моей и наставницей, и соаутором моей книги «Нумерологическое исследование политических путей, жизненных путей политических лидеров Украины». Я хочу попросить своих помощников показать видеосправку об этом великом, удивительном эзотерике-мастере Веринеи. Справка. Веринея – известный общественный и научный деятель, автор текста проекта о народной медицине и целительстве. Психолог международной категории, аттестована в Европейской Академии Естественных Наук, Ганновер, Германия. Легендарный эзотерик, сталкер, телеведущая экстрасенс с мировым именем, берегиня из старинного казацкого рода, эксперт. Консультант телепроектов в Венгрии, Казахстане, Германии, Украине и России. Организатор кастинга и финалистка российской битвы экстрасенсов. Два. Мастер обережной магии. Автор многочисленных публицистических трудов по вопросам целительства и нетрадиционной медицины. Дорогие телезрители, также я поэт и писатель. Я пишу стихи, стихи о высших силах, стихи, которые мне транслируют высшие силы. Но для того, чтобы писать стихи и творить, мне нужны музы. И моей уникальной музой является мастер Веринея. Она вдохновила меня на сборник стихов в честь ее духовности, в честь этого уникального человека, звезда Веринея. И я бы хотела зачитать один со своих авторских стихов в честь моей наставницы, мастера Веринеи. Посвящается великой ясновидящей, гениальному экстрасенсу, сильнейшей провидице, уникальной личности, моей музе, наставнице, соавтору, звезде Веринеи Валентине Николаевне Никитенко. Сбоку вы можете увидеть ее фото. Медовый спас сияет Божьей славой, в церквях поет и молится народ, и Богородица своей державой через провидицу оберегает род. Твоя молитва души исцеляет, ты даришь людям нежность и тепло. Ты, словно Божья Матерь, что спасает своих детей, ты побеждаешь зло. В твоих глазах красивых и глубоких читается забота, нежный взгляд, как мама защищаешь одиноких, сирот отчаянных от попадания в ад. Ты справедливая, ты честная, ты добрая, всегда придешь на помощь в тяжкий миг. Ты не предашь и не забудешь благородная, всегда услышишь боль и человечий крик. Собой пожертвуешь, поможешь, не оставишь, нет безразличия в тебе. Ты зришь сердца, свой свет, ты безвозмездно даришь. С тобой премудрость, вера, красота, пускай Господь тебе дарует царство света. И имя Веринея знает вся земля, пускай Провидица запомнит вся планета, пускай тебя оберегают небеса. С любовью и уважением автор стиха Любомир Богоявленский. Хотя нас с Вериней разделяют сотни тысяч километров, и она находится в другой стране, я приглашаю сейчас мастеру Веринею в прямой эфир через звонок в студию. Итак, я прошу помощников соединить меня с Веринеей. Веринея. Имя ее дарит веру. Имя ее идет от роду уникальных берегинь, знахарок, белых магов, которые черпают свою силу с древней реки Ея. Эта уникальная, великая женщина посвятила всю свою жизнь, чтобы помогать людям, помогать тысячам людей со всего мира. Эта молитвенница, которая молится ко Господу и днем, и ночью за страждущие души. Эта человек, который оберегает и хранит всех тех, кто страдает, у кого болит душа. И я благодарю судьбу и высшую силу, что белой магией и секретом обережного искусства меня учила мастер Веринея. Так я развивался сам как мастер. И вот сейчас, уже 2020 год, я открыл свой центр для того, чтобы вам, мои родные, помогать. Центр эзотерики и психологии Прометей. Я его создатель и руководитель. И я слышу звоночек. Алло. Доброго времени. Солнышко Веринея. Я приветствую вас. Да, уважаемый Любомир, уважаемые зрители, с вами Веринея. Я очень рада тому, что проект Прометей стартовал. И постараюсь объяснить вам все то, что я чувствую, ощущаю. Ответить на все ваши вопросы, которые вы будете задавать мне по ходу программы. Итак, с чего начнем? Мое солнышко, у меня для вас, дорогая Веринешка, есть вопросы. Есть эти вопросы такие, знаете, они очень сокровенные, волнующие для наших телезрителей. Первое, вот мне были звоночки уже, что такое венец безбрачия и печать одиночества? И как с помощью белой магии можно избавиться от этой беды? Так, задача понятна. Давайте сначала посмотрим, и я объясню вам, что такое белая магия и как объяснить это явление. Конечно, белая магия, самое простое, что приходит сразу, это противоположность черной. Белая магия направлена только на хороший результат, нельзя причинить никому вред. Магия ограничена моралью. Милая моя солнышко, у нас немножко есть именной режим. Согласна? Да, я согласна. Я уже говорил телезрителям об белой магии, вот эти особенности. Пожалуйста, вот что такое венец безбрачия, печать одиночества? Венец безбрачия входит в перечень порчен. Дело в том, что мы слышим название венца безбрачия, а корни этого явления мало кто понимает. Берегини знают, откуда это происходит. И я приведу вам конкретные примеры, понятные для вас этого понимания. И думаю, что телезрители сейчас начнут понимать и ощущать, есть ли это явление у них в семьях или нет. Итак, практический пример. В детстве вы играете в песочнице, в любомерство. Да. Было такое, может быть, в садике или по дороге из садика. Мы не услышали, солнышко, не услышали. Вы что играют? В песочнице детки играют. В песочнице, да, конечно, да. Строют домики, возюкаются с машинками. А мамочки смотрят на них и думают, вот бы этот мальчик и вот эта девочка, мой сын и та девочка, дочь кого-то, выросли и поженились. Создали семью. Все. Мысль привязала одного маленького человека к другому. Согласен. Это и есть привязка. То есть изначально родительская мысль. Мыслеобраз. Родители уже пожелали создать этим детям семью. В казачестве есть еще более жестокая форма венца безбрачия. Когда с левого берега реки и с правого родители заключали союз. И дети из одной семьи отдавались на воспитание в другую семью. До наступления периода менструального, то есть до созревания. У каждого было по-разному. Иногда эти дети оставались в тех семьях, становясь женами или зятьями, если есть младшие дети. Но каждый родитель был обязан воспитывать ребенка как своего. И при наступлении половой зрелости девушку возвращали в ее дом, откуда ее и сватали. А Парубок уходил на военные действия. В уставе казачество написано, что в 21 год парень уже должен был иметь двоих детей. Если этого нет, он почти преступник. Так вот, эти привязки работали. А он ушел и погиб. Как вы думаете, что надели на девушку, которую засватали за него? Я понимаю. Солнышко, прекрасный ответ. Венец безбрачия. У нас времени очень мало. Мы будем завершать этот вопрос. И я хочу сказать, что я с моей наставницей Вереней абсолютно согласен еще к себе. Хочу добавить от себя, что здесь есть еще третий уровень. Венца безбрачия. Печати одиночества у мужчин. То есть оно идет по корням рода. От греховного, либо неверного, ошибочного поведения. Как самих родителей, так дедушек, бабушек. То есть оно идет от корней рода. Солнышко, огромное спасибо. И я хочу вас спросить. Вы Берегиня? И кто такая вообще в целом Берегиня? Вот кратко, пожалуйста, времени у нас очень мало. Вопросов много. Спасибо вам за этот вопрос. Берегиня – это великие божества. Почитаем ее духами и всеми, владеющими всеми богатствами земли. В казачьи, да, и на Руси, и славяне считают Берегиню богиней, родившей все живое на земле и дающей жизнь. Она ограждает от всяческих бед все живое, цветочки, листочки. Считалось, что в день Берегиня, это 15 июля, каждый год такой день бывает, она отходит в свои владения. И нередко ее представляли красивой девушкой в белом платье. Ее всегда сопровождают всадники, олицетворяющие солнце. Так вот, я вам скажу, что Берегиня имела общий корень со словом «оберег». Берегиня приходит тогда, когда человеку сложное, он не может сам справиться. Они видят иными глазами прошлое, настоящее и будущее. У нас только один есть закон. Человек должен прийти и попросить, поклониться. Все. А Берегиня сама решает, какой методикой, техникой, какими инструментами работать с этим человеком. Огромное спасибо. Я тоже подвожу маленькое резюме. То есть, Берегиня походит от нашего древней славянской праверы, где Берегиня были славянскими божествами. И Веренея, как Берегиня, и вообще в целом Берегиня, они уподавливаются вот этим светлым божествам в плане помощи людям. Они их оберегают и хранят от всякой беды, от рождения и до последнего конца земного пути. И следующий вопрос, Солнышко, Веренея, к вам. Что такое порча? Дополнение. Берегиня, целительницы. Например, у нас впереди идет праздник 6 июня. И молебен на икону возле матери умиления исцеляет многие хвори. Это 6 июня. А Солнышко, Веренея, это преподобный Антоний Дымский. Он тоже исцеляет, он у всех хвори. Ну и так далее. Каждый день есть своя молитва, Берегиня. Солнышко, у нас времени настолько мало, пожалуйста, вот Солнышко, очень мало времени, оно быстро течет. Что такое порча? Вот скажите кратко, пожалуйста. Самый распространенный вопрос, который мне задают мои дорогие телезрители. Давайте проведем эксперимент. Прежде чем я начитаю вам, что такое порча, пусть каждый из вас возьмет лист бумаги и напишет свою дату рождения. Отлично. Например, я буду говорить о примере, а вы, Любомир, пожалуйста, напишите это на листике. У меня сейчас нет листика, но телезрители мои будут писать, наши телезрители будут писать. Рождение 15-10-1975 года, число ее судьбы 2, а вот личный код 298-22-5-0 говорит о том, что вот здесь-то как раз ноль обнуление прошло, есть не только порча, но и родовое проклятие. Так вот, порча из глаз – это явление, которое нам портит жизнь. Практикующие специалисты называют порчей негативную программу, которая насильственным путем внедряется в энергетическое поле человека и негативно действует на его деятельность. Ведущей силой порчи является уже не ненависть, а негативный посыл и пожелание, куда больших проблем. Человек с наведенной порчей может пострадать в сфере любви, денежную удачу, проводить и больше не встретить, а также нарушение здоровья. Но вот я, как Берегиня, всемирно борюсь с этим явлением, потому что порча задействует продолжение рода и может быть поставлена до седьмого колена. Она передается не только на здоровье, но и на ситуации, которые повторяются в роду. Уважаемые зрители, если вы видите повтор, то есть бабушка родила без выхода замуж, мама родила без выхода замуж, ну того, которое мы подразумеваем, что ненормальным, а что будет с внучкой? Так вот, чтобы не было такого и у всех был союз, надо обращаться к нам. У нас за время сейчас нужно закругливаться с этим вопросом, Веренеюшка. Я благодарен вам и я согласен, что порча это, без сомнения, то, что приводит человека к страданию, у него все портится, и этому нет рационального объяснения. И у меня следующий к вам вопрос. Что такое энергетический вампиризм, такой вот феномен? Энергетический вампир, как от него защититься? Энергетические вампиры, это, будем так говорить, состояние людей, которые умеют снимать на себя, отвлекать чужого человека на себя энергию. Короче, они ее воруют, они ее возмущают. Воры энергии. А потом прекрасно себя чувствуют, а у других болит голова, извините, внизу стреляет, снизу песок сыпется. Вспомните, на работе у каждого есть такой человек, который приходит и с утра что-то такое начинает зудеть, нудеть, пока всех не возмутит. Пока кто-нибудь не психоматически скажет, да уже замолчи ты, пожалуйста, мешаешь работать. Все. Посмотрите на нее, она розовенькая, губки красит, а все остальные сидят с головной болью. Но это бытовой бампиризм. А что в семье делать? А в семье есть добровольная скачка энергии. Например, дети, они всегда энергетически более активные, чем пожилые люди. И когда бабушка его гладит по головочке, говорит, мой внучек, мой красавец, что она делает? А, Любови? Да, солнышко, она энергию фактически, тут очень важный момент, когда бабушка гладит внука по головочке, она как берет ему энергию, но она этим и отдает ему энергию. Здесь мы не можем... А на нежность и любовь ему отдает. Да. То есть здесь есть хотя бы энергообмен, потому что они круглые руты. Энергообмен при вампиризме этого энергообмена нет. Энерговампир – это человек с душой, которой часто есть либо сущность какая-то. Крадники, сюда уже ближе подходит понять крадников. Вот крадники, они точно ничего не отдают. Да, я согласен. Тут очень интересный момент. Я сами согласен, сейчас кратко сделаю резюме. Энерговампир – это такая душа человека, это состояние души, когда человек не хочет уподобляться подобию Божьим, а хочет забирать энергию, забирать энергию других людей, ничего ему не давая взамен. А крадники – это феномены черной магии, когда черный маг-колдун крадет, либо ведьма, удачу, счастье, везение другого человека. Мое солнышко, времени, к сожалению, очень мало. И дайте нам духовный подарок нашим телезрителям, мои дорогие телезрители. Это для вас будет духовный подарок от мастера Веренеи «Обряд по белой магии». Прекрасно. Выбирайте. Много лет моя семья работает с водой. Есть эксперименты научные, в которых я передаю свои вибрации более чем на 10 тысяч километров. Они под Роснадзором подтверждены Российской Федерацией. Но второй обряд, который бы я хотела подарить, это «Обряд белой магии на возвращение долгов». Сейчас какое время? Мы на воду сделаем. У нас остается 4 минуточки солнышко где-то буквально. Что вы выбираете? Воду. Воду. Мы выбираем воду сейчас. Это универсальный прекрасный обряд. Воду. Выбираем воду. Воду. Замечательно. Мои дорогие телезрители, для того, чтобы состоялось это волшебство, идите на кухню, наберите в любую стеклянную посуду воды, прямо из-под крана. У кого есть, зажгите храмовую свечу. У кого нет, я зажгу и сделаю посыл. Поставьте свечу с правой стороны, если она у вас есть, а воду с левой стороны. Вам достаточно прикоснуться к этой емкости. 24 часа. Не сдвигайте воду. Не сдвигайте, еще раз говорю, ни при каких обстоятельствах. Не заглядывайте туда. И даже не разрешайте детям играться около нее. Полный покой 24 часа. Через 24 часа вы увидите уникальное явление на этой воде. Вот что вы увидите, сделайте фото и пришлите мне на разгляды. Каждому я прочитаю информационный поток и разъясню, как пользоваться этой водой. Все рекомендации будут индивидуальны. После этого вода становится матрицей. И вы можете на нее желать любое пожелание. Я вам гарантирую, оно исполнится. Воду нашептывали с древних времен. И она хранит информацию всей Вселенной. А мы только даем, Берегине, даем ей только то направление, какую задачу нужно решить. Солнышко, огромное спасибо за духовный подарок. И что я хочу сказать? Солнышко, одну секундочку. У нас нет сожалений. У нас уже буквально тут минуточка остается. Я хочу что еще сказать. Потом дадите нашим телезрителям пожелания. Дорогие телезрители, когда вы сделаете этот обряд, вы можете отправить фотографию к нам в WhatsApp на номер плюс 38-093-264-1777 и мои помощники передадут этот фотоснимок мастеру Веренеи и она с вами свяжется. Либо же пишите в Viber и Telegram на номер плюс 38-098-857-30-81. Также вы можете прямо сейчас на эти номера звонить нам. Прямой эфир. Хоть времени у нас очень остается мало. Дорогая Веренея, пожалуйста, дайте нашим телезрителям ваши пожелания. У вас есть заключительное слово. У нас есть максимум минуточка. Мои дорогие, где бы я ни была в этом или в ином миру, судьба приводит ко мне людей, которым я нужна. Нужен мой опыт, мои знания. Знания BVGN передаются по праву наследования. Но этому можно и обучиться. Давайте сделаем просто. Я у вас есть. А вот зачем я вам нужна, каждый определит. Сам. Любое магическое воздействие отнимает жизненные силы. Чтобы обезопасить себя и своих близких, стоит периодически диагностировать свое здоровье у берегини или у мастера. Но лучше, если вы будете этими методами владеть сами. Своевременно. Нас каждый годовой большой праздник, энергетика очень высока. Вот ближайшая Ивана Купала. А также те праздники, о которых вы знаете, о Рождество, Крещение, Пасха. Можно повернуть в свою сторону всю энергетику Земли. Берегини умели пользоваться четырьмя стихиями, а также фазами Луны. Я желаю вам всем всем, я желаю вам удачи, любви и благополучия всем вашим семьям. А я, Берегиня Веринея, всегда у вас есть. Быть добру. Быть добру. Я благодарю вас. У нас сегодня была в гостях мастер Веринея. Вы можете ее найти на нашем сайте в разделе «Эксперты» Центр эзотерики и психологии «Прометей». «Прометеус-дефис-тв.ком.юэй». Веринея, благодарю вас. Мир вам. Любовь досадит. Спасибо большое. Дорогие телезрители, вот потихонечку и подходит к концу четвертая завершающая серия цикла передачи «Прометей. Лабиринты судьбы». И я хочу вам сделать маленький от себя духовный подарок. Если вам плохо, у вас болит душа, на вас порча, сглаз, какой-то негатив, который вас мучает, я проведу для вас сейчас уникальный молитвенный обряд, отчетку от негатива. Пожалуйста, когда я скажу назвать имя, произнесите ваше имя. Шепотом слух нужно мысленно. Господи, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, именами Твоими, Андрогин, Адонайи и Егова, Саваоф, и другими священными именами благодатными, я призываю тебя, Господи, сними проклятия, порчи, сглазы, с раба, рабы, божьи, божьего, назовите ваше имя. Будьте благословенны, мои родные. Весь негатив сейчас от вас уходит. Если же вам потребуется моя помощь, у вас есть наши номера, есть официальный сайт. Я всех люблю вас. Я желаю вам счастья, радости, процветания, благополучия. Даже не прощаюсь, всегда можете найти меня в Центре эзотерики и психологии Прометей. Люблю вас. Будьте счастливы. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова